Горячая игра на холодном льду. Завтра отмечается день российского хоккея. Годом его рождения считается 1946. Именно тогда, 22 декабря, стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. У этой игры миллионы поклонников всех возрастов, не исключение и чебоксарские дешкалята. В канун праздника они провели хоккейный матч. Самостоятельно надеть коньки для них уже не проблема. В раздевалке идут последние приготовления. Здесь, как и в любой игре, главное настрой. Не шагу назад, не шагу вместе, а только вперед и сонка вместе. Малыши уверенно выходят на лед. Впереди важный матч. На арене все по-взрослому. У команд есть группа поддержки. Великолепная пятерка и вратарь. И пусть последний ростом с ворота и скорость игры небольшая. Накала это не убавляет. Вбрасывание, пасы и острая борьба на пятачке. Крепыши и соколята. Сегодня удача улыбнулась первым. Но итоговый счет не самое главное. Такой мероприятие полез для чего? Для здорового образа жизни. То есть, как бы, приучать детей к физкультуре, к спорту, к участию, к хоккею. Почему бы нет? Чтобы дети занимались, знали, что только стремились к здоровому образу жизни. Среди игроков команд всего лишь двое хоккеем занимаются профессионально. Один из них – Вася Маленков. В прошлом году пришел я в первый раз. На лед вышел. Меня поставила на коньки мама. Когда у меня АД вырос, я уже сам самостоятельно играл. На кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хоккеистом. Пять лет. Именно этот возраст считается оптимальным для начала занятий, отмечают тренеры. Малышей учат стоять на коньках и держать клюшку. Возможность привить ребенку, любовь к хоккею у учебоксарцев есть. Группы для дошколят ждут будущих спортсменов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.